Здравствуйте. В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Веду ее сегодня я, Александр Гурарье. Итак, в преддверии визита президента Байдена, точнее не в преддверии, а в тот момент, когда самолет президента Байдена уже находился в воздухе по пути к Израилю, в израильских СМИ была опубликована информация о том, что между силовыми структурами Израиля и Бахрейна идут интенсивные контакты на предмет создания совместных систем противовоздушной обороны и не только. Что же происходит, поможет нам разобраться в этом военный корреспондент портала «Детали» Сергей Услендер. Сергей, добрый день. Добрый день, Саша. Сергей, так что соглашение Авраама, которое изначально планировалось как, в общем-то, больше экономическо-политическое, все больше и больше трансформируется в военное соглашение, в военный, так сказать, альянс, который на Западе условно уже называют близне-восточная НАТО. Так ли это? Да, совершенно верно. Примерно так оно и есть. И действительно, в марте была встреча в Шарам-эль-Шейхе, где собрались представители в том числе и оборонных силовых структур, вышеназванных государств, в том числе Израиля и Бахрейна, и по некоторым данным, там были люди из Саудовской Аравии. И там присутствовал начальник кенштаба нашего, Авиф Кахави. И там обсуждалась вот эта самая региональная система противоракетной и противовоздушной обороны. И по заявлениям, во всяком случае, вот нашего министра обороны, Бенни Ганс, она уже не просто обсуждалась, она уже создана и она уже функционирует. Пока еще в таком режиме это как бы необязательно к исполнению для всех стран, к ней подключаются те, кто желает. И пока речь идет о системах оповещения, о системах раннего обнаружения оповещения. То есть, грубо говоря, это работает примерно следующим образом. А, разумеется, тут надо обязательно упомянуть, что все это делается в противовес иранской угрозе. Потому что Иран остается главной стратегической угрозой не только для Израиля, а как бы для всех ближневосточных государств. И поэтому эти самые ближневосточные государства объединились вот в некое такое подобие НАТО условно. Ведь НАТО тоже когда-то создавалось не просто как военный альянс, а военный альянс в противовес Советскому Союзу, который тогда нависал над Европой всей своей мощью. И поскольку Израиль обладает в этом смысле самыми продвинутыми технологиями в плане систем противоракетной обороны, противовоздушной обороны, но главное систем раннего обнаружения оповещения, то сейчас эта система будет функционировать следующим образом. Если какая-то из стран засекает пуск ракет или беспилотников со стороны Ирана, то она передает эту информацию другим участникам альянс. Потому что под ударом, возможным иранским ударом находится, как я уже сказал, не только Израиль, находятся и в общем страны Персидского залива. Правильно я понимаю, что страны Персидского залива боятся Ирана, ну скажем, если не больше, то по крайней мере так же, как его опасается Израиль, поскольку они являются тоже для Ирана целью для его атак. Да, совершенно правильно ты все понимаешь. Тут надо сделать небольшой такой экскурс в историю, маленький. Ну и лет 10 назад, да, еще такое вообще было немыслимо абсолютно, ну просто невозможно себе представить военное сотрудничество между, предположим, Бахрейном и Израилем, между Арабскими Эмиратами и Израилем. Да, в общем, невозможно было представить и соглашение Авраам, потому что краеугольным камнем любых отношений с любой арабской страной, исключая Египет и Орданию, с которыми уже на тот момент были подписаны, да, мирные договоры. Краеугольным камнем являлся палестинский вопрос. Ну, собственно, и главным препятствием в этом всегда являлся палестинский вопрос. Вот разберитесь с палестинцами, решите этот вопрос, тогда будем разговаривать о нормализации отношений. Потом в течение вот этих вот лет в странах Персидского залива сменилось поколение, ну, я не знаю, правильно ли их назвать политиками, правителей, грубо говоря, да, пришли молодые прагматики, получившие западное образование, выросшие вот парадигмами в том числе и западных ценностей и рассматривающие Израиль как часть западного мира, как неотъемлемую часть западного мира, и для которых палестинский вопрос вообще уже не имел в общем никакого значения в принципе. Плюс сюда усилия, конечно, израильской администрации, израильских администраций, там сменилось много усилий американских администраций, и все это вместе породило вот эти соглашения Авраама, когда палестинский вопрос был из этого исключен совершенно. Вот эти самые ближневосточные прагматики стран Персидского залива поняли, что с Израилем, учитывая его оборонные и разведывательные возможности, учитывая его технологическую продвинутость вот в этих вопросах, нужно дружить, вот, нужно сотрудничать, потому что это выгодно, вот, можно сколько угодно там тешить себя иллюзиями, что палестинский вопрос там решится, и тогда мы поговорим о нормализации, я полагаю, что он не решится там в ближайшие полвека уж точно, вот, поэтому иранская угроза, она есть сейчас, и она реальна, вот, и надо сказать, опять же, если еще дальше зайти в историю, то конфликт персов и арабов, он намного дольше длится, чем вот этот вот палестино-израильский конфликт во многом, в общем, прямо скажем, придуманный, да, и во многом, как бы сказать, распиаренный, чересчур распиаренный, поэтому и состоялись все вот эти вот контакты, состоялись все эти встречи, были подписаны все эти соглашения, и Израиль, а Израиль, и это прекрасно понимают в тех же странах Персидского залива, это в военном отношении во всяком случае, да и в экономическом тоже это мощная региональная держава, которая способна с помощью своих вот этих возможностей оборонных здорово помочь странам Персидского залива защититься от возможной иранской угрозы, потому что Иран, как я уже сказал, это главная сейчас угроза безопасности региона, в этом очень заинтересованы и американцы, поскольку Ближний Восток, это же понятно, главная бензоколонка планеты, да, и чтобы вот защитить, так сказать, вот эти интересы, защитить эту главную нефтяную артерию, вот в общем были придуманы все эти соглашения, и вот это в общем региональная система противоракетной противовоздушной обороны. Сергей, а идет ли вопрос о продажах каких бы то ни было вооружений странам Персидского залива, то есть противоракетных систем или беспилотников, я видел промелькнуло какое-то сообщение, я честно говоря не помню в каком издании, о том, что речь шла и о поставке беспилотников, не возникает ли тут опасность, с которой мы, честно говоря, уже однажды сталкивались. Если вы помните Египет, с которым у нас были в общем-то подписаны мирные договоры и в общем-то хорошие отношения, когда там в результате, ну скажем так, демократических выборов, демократических я оберну несколько в кавычки, к власти пришел президент Мурси, который являлся представителем братьев-мусульман, и по сути дела Израиль стрял на волосок от того, чтобы получить у себя под боком хорошо вооруженную египетскую армию, возглавляемую братьями-мусульманами. Не может ли такое произойти с уважаемыми странами Персидского залива, в которых, как ты только что сказал, сменилось поколение, пришли демократические такие прозападные политики, которые учились в Оксфорде, в Кембридже, но как бы народ-то остался тот же? Ну, во-первых, они не демократические, начнем с этого. Политики или правители, это вот не знаю, какое слово тут больше подходит, да, к элитам Персидского залива. Демократически это я погорячился, да. А это ты сильно погорячился. Нет, они прагматики, но они не демократические вовсе, да, у них есть там свои интересы. Что касается соглашений, они уже заключены, я имею в виду на поставку вооружений и оборонных технологий, в частности с Бахрейм. Израиль будет поставлять туда, в том числе вот эти радары раннего обнаружения и будет поставлять туда беспилотники, это факт. Бахрейн от нас находится далеко. Нам эти беспилотники ничем не будут угрожать. Вот, как бы до всех этих соглашений Авраама, в частности, действовал такой запрет, ну это не запрет, это было такое несколько негласное соглашение о том, что американцы не будут поставлять странам Персидского залива, вообще арабским странам оружие более мощное, чем то, что есть у Израиля, чтобы у Израиля всегда был паритет, да, или всегда было превосходство. Сейчас вполне возможно это соглашение будет пересмотрено. Что же касается возможной опасности, она, конечно, всегда есть. Можно вспомнить другую историю, когда Израиль поставлял Ирану противотанковые ракеты, потому что Иран воевал с Ираком, а Ирак считался врагом вот номер один, да, хотя в Иране уже к тому времени произошла исландская революция, там пришли к власти Аиталы, и, в общем, заварилась вся эта каша, последствия которой мы, в общем, расхлебываем до сих пор, но тогдашнее израильское руководство посчитало, что нужно помочь Ирану в борьбе с Ираком, таким образом ослабить своего главного врага. Позднее главным врагом стал Иран. Такая опасность, она всегда существует, но в данный момент, вот во всяком случае, даже на ближайшую перспективу просматривается такая тенденция, что странам Персидского залива крайне выгодно сотрудничать с Ираном во всех, ой, прошу прощения, с Израилем, конечно, да, во всех смыслах, в том числе и особенно в оборонном, потому что мы не граничим с Ираном, мы от Ирана находимся, кстати, очень далеко, вот, а они с ним, по сути, это дело через Армузский пролив граничат, и там совсем небольшое расстояние, и там их танкеры, которые постоянно находятся под ударом, там их промыслы, и там расстояние, ну, буквально измеряются десятками километров, и таким образом им крайне выгодно сейчас получать наши технологии, иметь доступ к нашим разведывательным возможностям, и вот, самое главное, к нашим вот этим противоракетным системам и системам оповещения и предупреждений. Сергей, мы сегодня как раз беседовали с Цим Магеном, нашим известным дипломатом, политологом, экс-послом Израиля в России и Украине, и затронули, вот, ты сегодня тоже коснулся палестинской проблемы, что про палестинцев все забыли, они, кстати, ужасно этим огорчены, но вот на твой взгляд, интересно твоя точка зрения, говорят, что палестинцы, ну, как бы, минимум раз пять упускали возможность создать свое собственное палестинское государство, о котором, собственно, они так долго и хорошо говорят. И в принципе, в принципе, Израиль тоже заинтересован, по большому счету, чтобы возникло палестинское государство в каких-то там границах, это уже следующий вопрос в каких, да, то есть это надо обсуждать, да, для того, чтобы, как бы, наконец-то кончилось там вот этот период двоевластия, наконец, чтобы было государство, с которым можно было бы разговаривать, а так вот эта аморфная, так сказать, непонятная структура, палестинская автономия, которая, в общем-то, никому не дает покоя. Так вот, могут ли на палестинцев оказать определенное давление вот те самые страны Персидского залива, для которых они, как бы, для палестинцев являются старшими братьями, для того, чтобы каким-то образом все-таки продвинуть этот, так называемый, мирный процесс и решить палестинский вопрос? Мне кажется, вот эта история с соглашениями Авраама, с вот этими различного рода сделками и договорами, она и есть такая своего рода форма давления. Палестинцам дали понять, что вы теперь не вопрос номер один и не конфликт номер один на Ближнем Востоке, и уже даже не номер два и там не номер три, их задвинули на самые задворки ближневосточной политики, там по-прежнему бывают заявления какие-то в их пользу, там и Ордания что-нибудь может сказать, там и Саудовская Аравия, но все прекрасно понимают, что это такая форма дипломатии, форма игры. Там им дают по-прежнему деньги тоже, но вот такой поддержки, да, и опять же такой привязки вот всех отношений Израиля с арабскими странами через палестинскую проблему уже нет, все, нету ее больше. Вот это то, что удалось как бы сделать совместно Израилю и Соединенным Штатам, это вот продавив и заключив эти соглашения, просто задвинуть эту палестинскую проблему, которая всех уже навязала в зубах, вот куда-то в дальний пыльный угол мировой политики. Будет любопытно сейчас посмотреть, как Байден, что Байден будет говорить, да, и о чем он будет говорить, в том числе и с Махмудом Аббасом, но вот я буквально только что вернулся, записывал интервью с арабистом, вот и этот арабист мне сказал, что судя по всему, палестинская проблема вообще не на повестке дня визита Байдена, вот просто от слова совсем. Он совершит дежурный визит, поговорит там с Аббасом, поговорит с израильскими политиками, что-нибудь там упомянет о два государства для двух народов, вот об этой замечательной формуле, заморозили там строительство двух тысяч квартир в Иерусалиме, там к его приезду. Это все такие вот дипломатические расшаркивания, на самом деле его визит посвящен исключительно проблеме энергоносителей, нормализации отношений в Саудовской Аравии, увеличение экспорта нефти и так далее, а палестинский вопрос практически, как считал мой собеседник во время этого разговора, вообще не будет обсуждаться. Поэтому посмотрим, я не знаю, у палестинцев действительно, вот если вспомнить историю там последних, не знаю, сколько там, 25-30 лет были такие возможности. И, наверное, Израилю было бы выгодно иметь рядом, ну, как бы это сказать, формально оформленное... Нормальное государство, а не полубандитское формирование. Ну, не знаю, насколько оно там будет нормальным, но, во всяком случае, юридически оформленное государство, да, с которым можно там заключать какие-то соглашения, с которым можно вести там какие-то переговоры, дипломатические отношения там и так далее. Насколько я понимаю, все упирается в условия, которые выставляет Израиль и в условия, которые выставляют палестинцев. Ну, у Израиля главная история, это два, насколько я понимаю, аспекта, это демилитаризация, прости господи, вот этот термин. Ну, то есть, чтобы это государство не имело собственных вооруженных сил. Но без деноцификации, это не упоминается. Без деноцификации, да, да, да. Именно что оно должно быть немилитаризованным, то есть не иметь своих вооруженных сил, только там службы безопасности, полицию, ну, вот то, что необходимо для поддержания порядка внутри себя, а Израиль будет гарантировать его внешнюю безопасность, ну, совместно, я так думаю, там с какой-нибудь Тиорданией, например. Вот. А со стороны палестинцев проблема упирается вот все вот в это беженцы, восточный Иерусалим и там границы 67-го года. А, ну, я запомнил упомянуть о том, о еврейских поселениях на западном берегу, конечно, вот каков будет их статус, что будет с ними, это будут там территории Израиля или это будут какие-то там анклавы внутри палестинского государства, в общем, там вот такое, есть несколько очень сложных моментов, которые, насколько я понимаю, сейчас ни та, ни другая сторона не готовы обсуждать. Потому что вот одномоментно решить вот эти пять аспектов, которые я назвал, да, поселение там, демилитаризация, восточный Иерусалим, что я там еще забыл, а беженцы, значит, и границы 67-го года, вот их одномоментно пять решить невозможно. Вот просто это нереально, это вот козел, капуста и волк, вот это та самая проблема. Беженцы границы 67-го года, это вообще нерешабельные правопросы. Это просто, да, это абсолютно бессмысленно выдвигать такие условия, это невозможно, вот, то есть это что-то на что-то нужно разменивать, вот, что на что непонятно, и это дело политиков. Сергей, последний вопрос, возвращаясь к соглашению Авраама и к так называемой арабской НАТО, да, ближневосточному НАТО, были определенные, так сказать, сообщения в израильских средствах массовой информации о том, что в принципе Сирия проверяет вопрос о том, чтобы тоже каким-то образом вернуться в лоно арабских стран. Мы знаем, что до сих пор Сирия является изгоем в арабском мире, то есть об этом, кстати, многие наши зрители, особенно живущие не в Израиле, просто даже не подозревают, что Сирия является изгоем в арабском мире, она не принимается, как бы, они являются нерукопожатыми в большинстве стран, по крайней мере, стран залива, и они сейчас вовсю прорабатывают ситуацию, как бы вернуться, как бы обратно в лоно семьи, но тут встает вопрос о возникновении каких бы то ни было договоров и соглашений с Израилем, потому что как бы войти в это соглашение Авраама даже на правах наблюдателя без нормализации отношений с Израилем невозможно. Что ты думаешь по этому поводу? Я как-то не очень вижу себе ситуацию, чтобы Сирия сейчас могла бы присоединиться в качестве наблюдателя или вообще в каком бы то ни было качестве вот к этому процессу. Я уж не говорю про соглашение, это уж совсем далеко в перспективу заглядывать, а вообще хотя бы к процессу нормализации. У них на их территории продолжается гражданская война, там находятся иностранные войска, самое главное, там дело даже не в российском контингенте, а в иранском, там находятся иранские войска, причем вполне сепирикулярные. У корпуса стражи исламской революции там базы находятся, и как вот со всем этим добром они, значит, присоединятся к какому-то процессу нормализации. Я как-то себе эту ситуацию пока не вижу. Режим Асада сейчас совершенно откровенно держится на штыках российских, там иранских, ну и там Хизбалу, но это плюс-минус все там одно и то же. Да, и до тех пор, пока Сирия будет оставаться вот таким очагом нестабильности, то это просто об этом даже нечего вести и разговоры, на мой взгляд. Кроме этого, она же в экономическом смысле абсолютный банкрот. Страна разрушена, страна разгромлена, страна не производит, кроме, по-моему, стрельных гильз вообще ничего, поэтому я как-то себе не очень вижу. Вот, у них что-то там с нефтью есть какой-то дешевт, да, на некоторых там месторождениях, но я так понимаю, туда на разработку и на эксплуатацию этих месторождений претендует Россия и Иран претендуют, вот, и поэтому опять же, да, не Россия не будет в этих соглашениях участвовать, ну и Иран это, в общем, против Ирана они все и заключались, так что я, короче говоря, пока не вижу никакого, никакой возможности для участия Сирии вообще в этом процессе. В Сирии как бы своя каша. Сирию продолжат дербанить, как бы вот там и ИГИЛ, там и Хизбалла, там все понемножечку, ну и ты еще забыл упомянуть доброго, хорошего господина президента Эрдогана, который тоже... Эрдогана, конечно. ...определенный кусочек пирога, который там уже оттяпал некоторый кусок Сирии и совершенно не собирается его отдавать под предлогом... Это так, и плюс к этому он испытывает сильнейшую личную неприязнь к Асаду, вот просто какую-то, вот я не знаю, что у них там случилось про между ними, да, но там это вот что-то какое-то глубоко личное, как у Путина к Украине примерно, вот что-то в этом роде. Поэтому там... А турецкий фактор, да, фактор возможности турецкого вторжения в Сирию, он всегда будет сохраняться до тех пор, пока там живут курды, а курды там жили, живут и будут жить, вот, курдов будут прикрывать американцы, и в общем это все будет таким вот тлеющим постоянно костром, в который периодически там то с одной, то с другой стороны будут плескать бензин. Ну и Израиль, естественно, которому тоже вот страшно не нравится, не то, что страшно не нравится, это абсолютная красная линия, иранское присутствие, да, и любое приближение иранцев к нашим границам Иерусалим воспринимает крайне болезненно, со всеми вытекающими последствиями в виде вот этих вот авиаударов неизвестных ВВС. Поэтому я как-то вот абсолютно не вижу ситуации, чтобы Сирия каким-то образом в этом процессе оказалась. У них был шанс после того, как ушел Хафиз Асад, ну Асад старший, да, пришел младший, и теоретически в тот момент, еще до начала гражданской войны, наверное, можно было там вести какие-то переговоры, да вроде как они и были там, и насколько я помню, между администрацией Ольмерта, да, ну через каких-то посредников с Дамаском, там о статусе голландских высот, вот о всей этой истории, опять же основываясь на примере Египта и Ордании, которые в общем и целом как-то сумели, да, с Израилем подружиться, замириться и вполне себе успешно сосуществовать, наверное, там были какие-то подвижки, могли бы быть во всяком случае, но потом у них началась гражданская война, и в общем, как говорил герой фильма «Ликвидация», потом пришел фашист и было чем заняться, вот в общем у них там началась гражданская война и было чем заняться, поэтому... Ну и нас добавили, в тот момент, про который ты говоришь, в те годы не было вот этого соглашения Авраама, и не было никакой нормализации отношений между Израилем и соседними с унитскими арабскими государствами, которые в общем-то... И оно и не просматривалось, оно и не просматривалось. Да, тогда если бы кому-то тогда сказали, что будет вот такой союз, причем союз военный, не только экономический, но военный союз, который возглавляет Израиль, то все бы долго смеялись бы и крутили пальцем у виска. Ну вот видите, совершенно забавно и совершенно непредсказуемо тасуется колода, с этим ничего не поднимаешь. Да, история творится на наших глазах. С другой стороны, не дай мне эпох, жить эпоху перемен. Спасибо, спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с Сергеем Ауслендером, военным корреспондентом портала «Детали». Сергей, спасибо большое. Наша программа подошла к концу, ввел программу Александр Гурарье. Всего доброго, до свидания.